Алексей Марков Жлобология Откуда берутся деньги и почему не у меня? Об этой книге С юношества меня мучили два вопроса Откуда берется богатство и почему оно берется не у меня? Теперь, кажется, я понял достаточно, чтобы на них ответить Эту книгу я вынашивал медленно и трудно Всегда записывал источники И почти всегда страница из какой-то интересной статьи После очистки и хулификации превращалась всего в две полезные строчки Пятнадцать страниц журналистского расследования Почему-то больше всего попалось американских Хотя я специально не делал акцента на экономику США Превращаются в короткую одностраничную историю Все ради очередной иллюстрации понятия или явления Поэтому фактов тут опять очень много Но теперь все они подкреплены ссылками Их тут просто дохера Больше ста пятидесяти Если перейти по всем ссылкам и прочитать Хватит еще на три книги и диссертацию Меня интересуют глубинные вещи Почему некоторые люди богаты, а некоторые бедны? Как так вышло? Почему? Кто виноват? Что делать? Данных тут так много, что поначалу вам будет нелегко понять общую логику повествования По крайней мере мне самому было трудно собрать все в единую историю Но в конце у вас в голове появится более правильное представление о мире А ведь главное понять, как оно устроено Если взглянуть на весь мир целиком, мы увидим следующую картину 70% самого бедного населения земного шара владеют всего 3% мирового богатства Дальше идут те, у кого капитал от 10 до 100 тысяч долларов Их примерно пятая часть человечества, но богатство у них примерно 11-12% Дальше интересней Если у вас за душой от 100 тысяч до миллиона долларов, вы входите в топ 8% Но имеет эта группа товарищей уже 40% денег мира Наверху мира сами понимаете кто Людей с капиталом больше ляма баксов меньше 1% и у них 46% мирового богатства Пусть и благотворителей среди них больше всего, но от этого, знаете, как-то не легче Бедные беднеют, а богатые богатеют, и похоже, с этим мало что можно сделать Но те, кто это понял и признал, имеют гораздо больше шансов на то, чтобы оказаться среди вторых Кто здесь? Больше всего я известен как автор хулиномики Учебника по финансовым рынкам для гопников-интеллектуалов Бесплатную часть скачали больше 100 тысяч раз Продано порядка 30 тысяч экземпляров И подписчиков канала в Телеграме уже больше 30 тысяч Помимо нее я написал в соавторстве Книгу о блокчейне под названием Криптовой уматика Обе изданы и продаются в печатном виде во всех приличных магазинах Помимо писательства, это я стараюсь делать каждый день Я занимаюсь инвестициями, преподаванием финансовых рынков Я все-таки кандидат экономических наук И музыкой в различных хэви-метал проектах Самый известный из которых Garage Days Metallica Show S&M Tribute С симфоническим оркестром Мы не раз выступали в Кремлевском дворце Крокус-Сити-Холл и на других знаменитых европейских площадках Жизнь это рок-н-ролл, без него никуда Благодарности Тут я должен поблагодарить множество людей, а не как в прошлый раз Во-первых, свою жену, которая иногда давала мне передышку в мытье жоп Кстати, от этого действия становишься чище духовно И уже долгие годы умудряется тратить меньше, чем я зарабатываю Алексея Антонова, который подхватил идею с Криптовой уматикой И помог мне превратиться в настоящего писателя Из просто какого-то чувака, который случайно написал одну книгу Не будь второй, не было бы и этой, третьей книги Телеграм-каналы, которые снабжали меня интересной информацией Non-Blockchain The Big Short H-Q Equity Hubbiz Channel WowFire Наверняка кого-то забыл, да и хуй с ними Что внутри? Самое главное, это не учебник Скорее, это можно назвать журналистским расследованием Информацию я черпал в основном из статьи, анализов, репортов и лонгридов в зарубежной прессе Но и подкреплял собственными измышлениями и кейсами из жизни Три из них, про вложение автора в недвижимость и попытки заработать денег, вынесены в приложение Придуманных историй тут нет Все настоящие Некоторые имена изменены, но это чисто ради угара Потому что самые неприятные как раз оставлены как есть Я не стал делить книгу на части как хулиномику Тут каждая глава рассматривает бедность и богатство с какой-то стороны, иногда неожиданной Книга будет меняться и расти Вы слушаете уже четвертую редакцию Выяснилось, что это прекрасный способ сделать ее лучше В первой главе я расскажу о неравенстве и несправедливости Тут не обойтись без Маркса Как маскируется нынешняя несправедливость? Чем ее можно объяснить? Откуда берется неравенство? Как простых граждан убеждают в нормальности происходящего? Вопросы непростые, но начнем мы именно с них Во второй главе поговорим о глобализации Что рядовой человек думает о мировом правительстве? Почему какие-то регионы нищают, а какие-то богатеют? Как этому противостоять и нужно ли? Откуда появятся олигархи мирового масштаба? Как они убедят нас в том, что все так и задумано? Постараюсь объяснить В третьей главе мы узнаем страшные новости Куда одевается средний класс? Почему именно туда? Надолго ли? Как устроена черная финансовая дыра И почему она засасывает лучших? Есть ли у простого обывателя шанс выбиться в люди? Почему нет? Четвертая глава про образование Нужно ли получать высшее? Если да, то где? Если нет, то почему и чем заняться вместо института? На кого учились миллиардеры и зачем? Кто попадает в элитные университеты и чем это чревато? Кто станет еще умнее? Умные или богатые? Завеса тайны приоткроется В пятой главе мы поговорим о нищенстве Почему у людей нет денег? Как они умудряются попасть в долговую яму? Что тянет на дно среднего человека? И главный вопрос Как достичь невыносимой легкости бытия И приобрести привычки долбоеба? Это важно Шестая глава расскажет о том, Как выйти на пенсию в 35 лет Не по выслуге или инвалидности Вы узнаете о том, Как людям не хватает миллиона долларов в год И стоит ли жить впроголодь, Чтобы накопить на сытую старость? Как найти в себе силы Уволиться на пике карьеры? Вопросы сложные, А ответы порой удивительные В седьмой главе поговорим о стартапах И венчурных инвестициях Откуда берутся единороги? Сколько зарабатывают их создатели? За что жадные инвесторы Душат собственных подопечных? Почему на бирже Так много убыточных компаний? Почему все больше денег Достается все меньшему количеству стартапов? Множество загадок будет разгадано Восьмая глава расскажет О власти корпораций Как они постепенно овладевают миром? Где царит кумовство И чем оно опасно? Как стать приемным сыном клана Сузуки? Почему какие-то компании существуют сотни лет, А какие-то разваливаются через десять? Как погибает дух предпринимательства? Вопросы становятся все опаснее Девятая глава Об инвестициях в страсти и пороки Сколько принесут марки, монеты и картины? Как обмануть олигарха? Как нажиться на алкоголизме и наркомании? Чем любили побаловаться Маркс и Энгельс? Казалось бы, смеху йочки, Но тут есть о чем поразмыслить Самая важная глава, конечно, десятая Как превратиться в богача? Откуда берутся миллионеры? Что происходит с теми, Кто выиграл кучу денег в лотерею? Могут ли деньги купить счастье? В каких странах людям живется веселее всего? Как стать счастливее, Даже если вы не богаты? Ну, поехали! Глава первая Неравенство и несправедливость Грядет ли мировая революция? С 1990 года Людей на планете стало на 2 миллиарда больше Но нищих при этом убавилось На целый миллиард По данным Мирового банка В 2015 году 736 миллионов человек Жили за чертой бедности Это когда у тебя меньше 1,9 долларов в день А в 90-м году Таких было аж 1,85 миллиарда Бедность снизилась По всему земному шару Хотя и неравномерно За 25 лет количество нищих в Китае Уменьшилось в 100 раз Большинство экстремально бедных Осталось в Черной Африке Той, что к югу от Сахары Там их количество даже выросло И не потому, что кто-то обеднел Кто эти люди? Они молоды, живут в деревне Не имеют никакого образования И выращивают какую-нибудь картошку Или кукурузу При этом очевидно, что в целом общество стало богаче, чем когда-либо У обычных людей появились невиданные доселе вещи Холодильники, телевизоры, стиральные машины А за последние годы добавились еще и автоматические посудомойки И роботы-пылесосы из будущего Стоит ли говорить о личных автомобилях Которые теперь даже не надо покупать Их можно брать в аренду поминутно А с появлением Убера Такси стало таким дешевым Что каждый теперь может позволить себе машину с водителем Да и они вот-вот начнут ездить без участия человека А значит станут еще дешевле и доступнее простому люду Не жизнь, а сказка Что тут самое главное? А то, что появилось все это не за счет эксплуатации рабов, колоний или пролетариев А из-за мощнейшего индустриального роста, обеспеченного правильной бизнес-моделью Бизнес-модель эта называется капитализм Попинаем Маркса Примерно 200 лет назад, 5 мая 1818 года Родился Карл, да, наш родной Маркс История повернулась так странно Что любому советскому человеку он стал роднее, чем немцу И несколько десятков лет современные образованные люди Искренне считали марксизм вершиной экономической мысли Дело в том, что мы плохо осознаем современные тенденции в экономике и политике Точно как рыбы, которые не замечают окружающую их воду Нам трудно отдалиться и взглянуть на ситуацию в исторической перспективе С марксизмом все получилось довольно интересно Ведь первые 100-150 лет своего существования Он считался совершенно гениальной идеей Которая раз и навсегда перевернет мир Но за последние полвека всем постепенно стало понятно, что нет, не навсегда Получилось наоборот Унылая левота оказалась никому не нужной Радикальную оставим в покое Она вполне себе жива и здравствует А пророчества уважаемого Карла Уткнулись в бездну непонимания миллениалов О закате марксизма Отлично написал Владислав Иноземцев В журнале Forbes Я приведу основные мысли Экономику простых ремесленников Товаропроизводителей Которую Маркс считал невозможной абстракцией Мы видим каждый день Да что там видим, полноценно в ней участвуем Самые адекватные и полезные для государства люди Это как раз самозанятые ремесленники Содержащие собственным трудом свои семьи Парикмахеры, косметологи, фитнес-тренеры, татуировщики, строители, сборщики, мебели Музыканты, художники, портные, консультанты, краснодеревщики, риэлторы, будь они прокляты Репетиторы, няни и домработницы Даже страшно сказать Коучи Экономическое положение таких людей Доказывает всем окружающим, что неравенство Основанное на личном труде и таланте Не просто допустимо А абсолютно справедливо Если ты туп, ленив и нихера не умеешь Будешь на дне Если ты настоящий профи Имеешь репутацию, развиваешь свой талант и умеешь себя продать Живи в пентхаусе, пей арманьяк, жри фуагра Никто и слова не скажет Богатым сейчас можно стать вообще никого не эксплуатируя И не отнимая у угнетенного пролетариата кровью заработанный выеденный грош Достаточно развить в себе правильные способности и не унывать Можно в одиночку создать свой Facebook или Ethereum Можно стать профессиональным геймером Жопастой фотомоделью из Инстаграма Тупым рэпером или топовым айронменом Или вообще каким-нибудь сраным видеоблогером Перед нами открывается масса возможностей, товарищи Маркс составил, казалось бы, логичный исторический ряд Сначала азиатский, античный, феодальный способ производства За ним современный, буржуазный Дальше у него шел загнивающий капитализм Затем катастрофа, после которой на всей планете настает счастливый коммунизм Но сейчас присутствующее повсюду справедливое неравенство Немедленно выбрасывает Маркса на помойку истории Традиционное представление человечества о должном катится в ад Потому что, как в том анекдоте, твой дед боролся за то, чтобы не было богатых? Странно, мой за то, чтобы не было бедных Карл оказался прав лишь в том, что накопленные капиталистическим обществом противоречия Неминуемо приведут к переменам Но только не к таким, как думали интеллектуалы-социалисты Ничего не рухнуло Кроме, увы, Российской империи, развивавшейся в начале XX века очень стремительно К огромному сожалению, интеллектуалов нынешних Сейчас люди не делятся на буржуа и пролетариев Уже и на мужчин с женщинами скоро делиться перестанут И верующих во всемогущего Творца, к счастью, становится все меньше По крайней мере, сейчас уже не принято делить людей по этому признаку Самые продвинутые гуманисты начинают, наконец, задумываться о человеке, а не о человечестве Экономика все больше основывается на разнообразии талантов и потребностей И это прекрасно Чем меньше предрассудков, тем больше способностей Тем радостнее жить, товарищи У нас все только начинается, но уже понятно, что процесс пошел Будем надеяться, что человек вскоре подчинит себе государство А общество станет служить людям, а не наоборот Поверить в это трудновато, но мы будем пытаться Банальные районные МФЦ, например, очеловечили российскую бюрократическую машину за какие-то 3-5 лет А ведь это просто технология, как чек-лист у пилота или регламент патрулирования улицу наряда полиции Тут не надо ничего изобретать, все есть готовое Но мировая закулиса, надо сказать, не дремлет Рептилоиды постепенно овладевают планетой А у нас раса сверхбогатых слишком уж сильна, хотя они большей частью и по лондонским адресам обитают Но и там сейчас опасно Повсюду ядовитые газы и радиоактивные порошки Есть такой сильно правый немецкий философ Норберт Больц Последователь Ницше и его друзей Аристотеля и Айнренд Он недавно написал книгу Антируссо А не Антируссо, как вы бы могли подумать Идея в том, что мы понимаем, что такое несправедливость Но вот понять, что такое справедливость, дано не всем Поэтому современные конституции, которые гарантируют всяческие права и свободы народонаселению На самом деле ничего не гарантируют, потому что нельзя впихнуть невпихуемое и уравнять неуравнимое Больц считает, что люди с рождения значительно отличаются способностями, как физическими, так и умственными И поделать с этим ничего нельзя Хотя очевидно, что кое-что сделать все-таки можно И генетические различия не так уж велики, но они есть Битва за лучшие места – это игра с нулевой суммой Каждый может стать исполнительным директором Считается, что формально-социальное происхождение больше не играет никакой роли Но в то же время не каждый достигает таких вершин, так как число руководящих должностей ограничено Это отличный пример того, как равенство создает неравенство Не дано предугадать, кто и как заявит о себе в будущем Современное равенство постоянно производит специфическое системное неравноправие Телеграм-канал имени Гоббса приметил, что это примерно то же самое, как допустить на скачке арабских шейхов хромую лошадь Владелец которой не получит ничего, кроме негатива, разочарований и бессмысленных сопутствующих трат Погоня за глянцевой жизнью, которой достигнут считанные единицы Обрекает основную массу на постоянную депрессию и разочарование Которые, в свою очередь, выльются в агрессию и разрушение правового государства Толерантная европейская цивилизация приглашает всех людей, даже гастарбайтеров Посоревноваться за кусок пирога всевластия У всех как бы равны возможности, но на самом деле-то нет Пусть это размышления на уровне десятого класса школы, но тут я с Больцем полностью согласен Как когда-то был согласен с абсолютной этичностью принципа каждому по заслугам Вместо абсолютно безнравственного каждому по потребностям С тех пор я повзрослел Надеюсь, что и мои слушатели тоже понимают, что абсолютных истин в мире не так уж много По мнению немецкого ученого, ключ к решению проблемы Дичайшие искоренения социального государства Опять соглашусь, но лишь частично Минимальный базовый доход нужен, а вот государственные функции Хорошо бы передать в частные руки и всевозможный блокчейн Безусловный доход не вызовет приобретенную беспомощность, а наоборот избавит людей от нее Это вам не пособие по безработице, которое фактически вынуждает граждан с пониженной социальной ответственностью бездельничать Только бы им не перестали выдавать халявное баблишко Европа-то загнивает не сатирически и не по-соловьевски Который между делом проводит там большую часть времени А самым настоящим морально-идеологическим образом Особенно это заметно в столицах Брюсселе, Париже, Берлине Стоит только отойти на пару километров от центра Там давно уже правит бал новый тип тоталитаризма Не государственный, как фашизм или коммунизм А мелкогрупповой Феминистки, ЛГБТ-активисты, зеленые, безработные, беженцы и гастры Религиозные фанатики Как еще назвать тех, кто молится на проезжие части? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова